Привет всем! Вы на канале Балари Лайф. Девчонки, в этом видео я вам хочу рассказать, как я сделала биотатуаж бровей и ламинирование ресниц. Конечно же, я это сделала не самостоятельно, а посетила мастера. Видео я разделю на две части, чтобы оно было не особо длинным. В одной части я вам расскажу про биотатуаж, а во второй части я расскажу о ламинировании ресниц. Ну и конечно же, в конце каждого видео я поделюсь своими впечатлениями. Расскажу, что мне понравилось в этих процедурах, а что мне не понравилось. Так что всем, кому интересно, оставайтесь смотреть. Сегодня мы делаем кератиновое ламинирование ресниц. Густые и длинные ресницы – мечта каждой женщины. Придать глазам выразительность и подчеркнуть природную красоту позволяет данная процедура. Ламинирование ресниц укрепляет ресницы и придает им здоровый вид. Это процедура, которая лечит свои натуральные ресницы, также придает им изгиб, удлиняет, утолщает и укрепляет ресницы. Также ресницы окрашиваются в черный цвет. В состав препаратов для процедуры входят питательные вещества, главным из которых являются кератин, коллаген и витамины. Преимущества процедуры ламинирования ресниц. Ресницы не требуют специального ухода и коррекции. Результат виден сразу после окончания процедуры. Данная процедура безболезненна и безопасна для здоровья. Эффект сохраняется до двух месяцев. Нет никаких ограничений. Можно тереть глаза, умываться, купаться, париться в сауне, носить контактные лизы и даже использовать косметику. Любое термическое, химическое и механическое воздействие не портит роскошный вид ресничек. Доступная стоимость. Время данной процедуры примерно 1 час. После первой процедуры ресницы удлиняются и утолщаются на 30%. С каждой последующей процедурой ламинирования ресниц на 10%. Конечно, существуют противопоказания к ламинированию ресниц. Это аллергия, индивидуальная непереносимость отдельных компонентов препарата. При заболеваниях глаз или недавно перенесенных операциях на глаза. Нежелательно делать эту процедуру при измененном гормональном фоне. Например, это менструальный цикл, беременность или лактация. Возможно, не получить того результата, который мы ожидаем. Оздоровительные процедуры – отличное решение для тех, у кого прямые, обесцвеченные и недостаточно густые ресницы. Любой из перечисленных недостатков может наустранить благодаря ламинированию. Косметологи советуют всем женщинам периодически делать ламинирование ресниц. Если честно, о ламинировании ресниц я слышала только негативные отзывы. И ламинирование ресниц сравнивать с наращиванием ресниц, конечно, нельзя. Если вы хотите длинные, роскошные, пышные, густые ресницы, то это только наращивание и ламинирование вас не спасет. Но лично я, честно говоря, к этому относилась очень скептически. И мастер меня все-таки убедила и сказала, давай ты попробуешь, а потом выскажешь свое мнение. Так вот, плюс ламинирование чисто для меня. Во-первых, не нужно быть очень аккуратной с ресницами. Не нужно следить за тем, как ты спишь, как ты умываешься. Ты живешь обычной жизнью. Потому что, когда я наращиваю ресницы, первое время, пока лицо привыкает к инородному телу. Мне тяжело, мне хочется почесать их. Я постоянно контролирую свой сон. Короче, для меня это определенные хлопоты. С ламинированием этого нет. Нельзя мочить ресницы 24 часа. После этого делай с ними все, что хочешь. И главный плюс в моем случае, это то, что их можно красить. То есть, можно ходить с ненакрашенными ресницами, если вы хотите не броски. То есть, а-ля натуральный макияж. Просто умылась, припудрила лицо и пошла. Вы уже накрашены. Но если вы хотите иметь более яркий макияж, то, пожалуйста, ламинирование этому не помеха. Есть свои минусы как в той, так и в другой процедуры. Минусы в наращивании ресниц. То, что нужно быть очень аккуратными с ними. Не тереть, не спать лицо в подушку. И через некоторое время они начинают опадать. И вам нужно ехать опять к мастеру для того, чтобы их или снять, или корректировать. Вот. Ну, а в остальном только плюсы, потому что у вас обалденно красивые глаза. У ламинирования нет такого эффекта, как ни крути. Может быть, будет шикарный эффект ламинирования ресниц только тогда, когда у вас свои натуральные, длинные и густые ресницы. Ну, у большинства обычные, стандартные ресницы. Но у ламинирования свои плюсы. Вы живете обычной жизнью. И не следите за ресницами. Они у вас все равно прокрашены. Они у вас имеют изгиб. То есть они не торчат вниз, не прямо, никак. Они загнуты. Ну и плюс то, что их можно красить. Если честно, я довольна. Результатом мне понравилось. Буду ли я делать ламинирование еще? Да, девчонки, скорее всего, буду. Буду делать как наращивание, так и ламинирование. В зависимости, ну, под настроение, если честно. Вот. Девчонки, если вы живете в Монреале, то, конечно, я вам рекомендую своего мастера. Координаты вы можете видеть вот здесь. Девчонки, а если вы живете в другом городе или другой стране, я знаю, что тяжело найти хорошего мастера. Ну, это все, наверное, что я вам хотела сегодня рассказать и показать, и поделиться своим опытом. Если у вас возникнут вопросы, то оставляйте свои комментарии. И если вам понравилось, то поставьте мне лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. А я с вами прощаюсь. И до новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok